МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выступил. Выступил уже, получается. Вице-президент просветительского общества «Переправа» Алексей Вайтс. Кроме того, еще Алексей Евгеньевич является председателем комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям общественной палаты Московской области и членом комиссии по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи Совета при президенте Российской Федерации. Алексей Евгеньевич у нас в настоящее время находится в студии. Добрый день. Добрый день. Как вас встретил Киров? Прекрасная погода. Пух. Тополя. Вы уже не первый раз. Да, я вот недавно в Великолепский крестный ход прошел. Да, да, да. Вот как раз он находил информацию именно об этом. И вы встречались в том числе с митрополитом нашим. Знакомый. Ну, а в рамках проекта лекции в политехническом вы выступаете с лекцией на тему «Россия не сердится, а Россия сосредотачивается». Сосредоточивается. 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 Да, по-русски вообще так совершенно правильно. Александр Михайлович Корчаков именно так сказал. Сосредоточивается. Ну, догадок много, конечно, по поводу темы непосредственно этой встречи. То есть, эта цитата взята вот по какому именно поводу? То есть, мы как-то вот с Владимиром перед эфиром переговорили, подумали, где же мы тут сосредотачиваемся, пока не очень поняли. Нет, ну, мы находимся сейчас кубарем, в состоянии кубарем. Такая социально-политическая турбулентность присутствует, имеет место быть. А именно опорной точки нету. И поскольку мы работаем на земле, на самом низовом уровне, то для себя выявили некоторые моменты, когда понимаем, что общество подошло уже к тому, что имеется в виду в разумной его части. Мыслящие. Да, мыслящие, но есть электорат, есть население, есть народ. А еще есть люди. Да, тот самый народ, который, кстати, сегодня... А интеллигенция где? Которые сегодня и там, и там, и там есть. Вот. Нужно всегда о терминах договариваться. Ну, когда мы говорим интеллигенция, на чем строится, значит, само понятие. А вообще есть вот сейчас население, которое каждый год собирается у вас здесь на Вятской земле. Идет 170 километров пешком, которые как-то участвуют в жизни общества своим сердцем. Ну, то есть переживают, которые занимаются благотворительностью, тихо совершают свои подвиги каждый день. То есть речь идет об этой части нашего общества. И оно интуитивно ищет опорную точку. Потому что ум нации, не будучи привязан, он всегда будет блуждать. То есть всегда будет находиться в таком поиске. Поэтому сегодня, мне кажется, совершенно очевидно, мы должны сформировать некую точку привязки. То есть мы вот в просветительском общественном переправе, куда входит и Александр Иванович Нотин, известный публицист, историк, дипломат, инвестбанкир в прошлом. Сейчас он только занимается просветительской деятельностью. Валентин Ючков-Тасонов. То есть и еще ряд наших таких очень известных публицистов. Мы занимаемся как раз тем, чтобы мы пытаемся сформулировать основные вещи, на которые можно было бы нам опереться. При этом... Вот та самая точка опоры, да? Да, та самая точка опоры. При этом, чтобы она всех удовлетворила. Для этого мы изучаем, кто что по этому поводу говорил в российской истории. Алексей Евгеньевич, опять же вопрос. Всех или ту именно часть, о которой мы говорили в начале? Вообще всех. Ну, смотрите, я всегда отталкиваюсь от вещей простых. То есть это тема каждого человека. Мы же каждое утро просыпаемся, пытаемся за собой поухаживать, потом идем в фитнес, если мы прогрессивные. Если не прогрессивные, берем кофе или еще там что-то. Но так иначе мы пытаемся заботиться о себе. То есть, кроме того, у нас еще есть ближний круг наш, да? Это члены нашей семьи. Самое главное, чтобы они были здоровы. То есть наши все устремления направлены на это. Дальше идут наши друзья и знакомые, да? То есть мы всегда хотим... Вот день рождения устраиваем, мы хотим пригласить свадьбу, мы хотим пригласить. То есть потом дальше это уже наши люди, наш народ. Вот когда мы идем за границей, видим русского, мы хотим броситься. Но он, правда, почему-то ускользает. Но как это принято? Нет, в зависимости от того, в каком состоянии же ходят все это и русские. Во-первых, тут не только за границей. Просто уезжаешь из Кирова в Москву, условно говоря, в Москве встречаешь. По разговору узнаешь нашего родного, так сказать, кировчанина. То же самое движение. На столице вятское землячество. Я еще не закончил. Ну, смотрите, дальше мы смотрим. То есть государство, оно вроде как бы декларирует нам, пока декларирует, что оно должно заботиться о повышении уровня качества жизни граждан. Ну, и так или иначе, какие-то там подвижки в эту сторону делаются. Дальше. Религиозные институты, они говорят о том, что они заботятся о душе человека. И вот с подачи Петра Ивановича Шувалова, графа Михаила Васильевича Ломоноса в свое время, сформулировал, как мне видится, очень понятную, осязаемую предметную цель народосбережения. То есть дальше Дмитрий Иванович Менделеев ее развивал, эту тему, потом Солженицын. И вот сейчас с 2014 года глава нашего государства уже озвучил, с 2014 года, даже в майских указах, это поставлено как цель. То есть именно в такой формулировке народосбережения? Да, дело в том, что эта формулировка очень подходит с точки зрения прагматичного ума, с точки зрения бизнес-процессов даже. Нас же любят сейчас в правительстве говорить о КПА и все прочее. То есть показатели, качественные и количественные, они здесь присутствуют. Например, мы хотим к 2075 году иметь полмиллиарда населения в стране. То есть они имеют совершенно конкретные задачи. Цель положена, соответственно, любое решение в стране должно приниматься целесообразно. Каким образом? То есть в соответствии с этой целью? Конечно, ведомство, все решения должны приниматься в соответствии с этой целью. Но главное, должны быть соблюдены четыре сверхзадачи. То есть это обязательно укрепление института, семьи. Дальше, это установка воспитательной компоненты над образованием. То есть это обязательно. У нас упустили время, очень много времени потратили на создание очень умных и очень ненравственных людей. Мы, в общем, видим эти плоды. Третье, это благообустройство пространства и преображение среды. Мы пугаем весь мир своей огромностью. А у нас машины негде припарковать. И четвертое, это, конечно, миротворчество. Но в русском понимании, в евангельском смысле этого слова. Поступай с людьми так? Да, как хочешь, чтобы к тебе относиться. Как к тебе, собственно, до этого возвращалось? Вот, собственно, все очень просто. И вот эту тему есть желание развить. Я встречался уже с профессорским преподавательским составом. Вроде как-то выстроилось взаимодействие, обратная связь. Они пригласили, чтобы я вот перед аудиторией выступил, порассуждал. Это не лекция будет, потому что лекция – это всегда монолог. А хочется же рассуждения человеческого. Ну, когда ты видишь глаза, когда ты видишь человека, ты понимаешь, что за ним стоит. Ну, хотя бы интуитивно. Значит, семья – это та самая точка опоры, да? Семья, конечно, это самое основное. Алексей Евгеньевич, у нас уже была история, что семья – ячейка общества. И как-то вот я жил в то время и не заметил, что вот эта декларация каким-то образом реализовывалась. Ну, у нас тогда время-то было декларативное. А оно сейчас декларативное. Оно мало того, что оно еще добавилось, оно еще директивное. Оно директивно декларативное. Что еще хуже, по-моему. Ну, если называть вещи своими именами. Поэтому задача-то наша как раз именно запустить процессы снизу. А что такое семья на самом деле? У меня пятеро детей. Я сам учусь на семье. Я никогда, кстати, не мечтал о том, что у меня будет такая огромная семья. Так, для понимания, сколько старшему, сколько младшему у вас? 14 старших девочки. И младшему двойня семь. О, хороший такой. Разобрался. Да, но они, я смотрю, это государство в государстве. Я у них сам учусь. После третьего, вот хочу людей призвать, не бойтесь рожать детей. Потому что после третьего ребенка у них происходит реальная самоорганизация. Они уже сами между собой начинают там участвовать. Они там организуют свою жизнь и так далее, и так далее. Семья – это послушание. То есть, а что такое послушание? Послушание – это служение. Вот пока Россия развивалась в этой парадигме «я для мира», то есть мы прирастали и территориями, и культурами, потому что вот среди 193 народов, исходя из последней переписи населения, ни одна не утрачена народность. Все народы сохранены. И сегодня… Вопреки или… Вопреки той политике, которая… Я думаю, что вопреки. Я думаю, что вопреки. Некоторые все эти народы уже на грани еще знают. Да, да, я согласен. Ну, в данном случае немецкий народ. В данном случае немецкий народ. Я родился немцем по Волгии. Я вот, значит, мы с вами родственные где-то души. Может быть, мы… Ну, кстати, я когда там родился, их как раз уже оттуда выселили, там заселили русскими и казахами. Это саратовская власть. Ну, да. Это мы оттуда, я вот сам, мои предки оттуда, мы уехали в телячьем вагоне в Омск. Ну, у нас история такая. Ну, что делать? А я жил в немецком доме из красной черепицы, так сказать. Прекрасно вспоминаю свое детство. Потом поговорю. Хорошо. Значит, небольшая пауза должна быть. Наш собеседник, напоминаем, Алексей Вайц. Его лекция, его выступление перед кировчанами в рамках проекта «Лекция в политехническом» запланирована на 29 июня, 17.00. Тема лекции «Россия не сердится, Россия сосредоточивается». Мы продолжим через полминуты. Возвращаемся в студию, продолжаем нашу беседу с нашим гостем. Сегодня у нас в гостях Алексей Вайц, который в эту пятницу выступил в нашем опорном УЗИ с лекцией «Россия не сердится». Можно тоже это слово скажу. «Россия сосредоточивается». Вот раз уж разговаривали про семью, я знаю, что это одна из таких любимых тем Николая. Николай часто публикует статистику в этом отношении. Она не моя любимая тема. Вот, к сожалению, это очень грустная тема, потому что статистика ужасна в Кировской области по итогам пяти месяцев этого года, то есть совершенно свежая. Статистика на одну тысячу браков приходится на 1053 развода. И вот как-то вот насчет того… То есть число разводов, оно в небольшом плюсе. Да, превышает число браков. И эта тенденция у нас, она как-то год от года крепнет, к сожалению. Да если брать цифры по Российской Федерации, я думаю, что они… В целом по России они получше, но это за счет, в основном, наших южных территорий, где по-прежнему сохранилась вот семья как-то кровая. Вот проблема, Алексей Евгеньевич, на пути, собственно, той концепции, в которой вы работаете. Вы знаете, на самом деле, нам же сейчас, вот мы начали говорить о том, что есть основополагающий принцип, как я называю, основополагающий принцип русского многонационального мира – это служение, когда все служат друг другу. А нам за последнее время имплантировали очень тонко принцип «мир для меня». Индивидуализм такой принцип. Мир для меня. Он выразился, очень ярко выразился в слогане рекламном «берет жизнь и все». Общество потребления, вот тут сразу привязываются вот эти термины. Ну, это, у нас много очень еще замыливается, свежачка хочется. А свежачок заключается в том, что возникла огромная, огромный пласт культуры, производящий феномен самодовольства. Почему феномен? Ну, люди гибнут. Люди гибнут за что? За селфи. Забираются куда-то, срываются, падают, значит, какие-то проваливаются куда-то. То есть, вот эта вот внешняя публичная жизнь, она вообще не свойственна русскому миру. Русская культура, она гротовая. Мы все воспитаны в русской культуре, потому что мы говорим на русском языке. Все, там, интеллигенция, аристократия, значит, рабочие классы и так далее. У нас нет сословий, но тем не менее, те, кто себя как отождествляет. Вот наша задача сегодня, как мне кажется, это вернуться все-таки к пониманию того, что если мы не вернемся к принципу служения, а принцип служения основополагающий для нашей страны, мы не выживем в этих пространствах, потому что в России жить невыгодно. А давайте поясним, простым языком постараемся, что такое служение каждого конкретного человека. Это готовность на жертву. Готовность на жертву. Конечно. Ради? Ради цели. Ради цели. Ну, цель в данном случае у нас семья, которая выражена в народосбережении, да? Или цель благообустройства. Я готов поехать, допустим, в тайгу, взять себе гектар и начать развивать как бы усадебное там дело. Ну, к примеру просто говорю. Или я готов пойти служить миротворчеству, да? Или, допустим, я готов заниматься просветительской деятельностью, ездя по всей стране с лекциями, встречаясь с детьми. То есть, ну, по сути дела, то, что я иду во всем через себя. То есть, семья, воспитание, я огромную нагрузку в одной себе. И так каждый член семьи? Ну, вообще, каждый член общего. Каждый член общего. Я для себя разделяю семь таких основных уровней. То есть, первое – это просветительство. Второе – это воинство, которое начинается, естественно, с войной с самим собой. Кстати, это и культура есть в исламе, тоже называется она джигатан-навс. То есть, самый главный джигат – это джигат. Победить с себя – самая сложная задача. Да, победа из победы, из победы над собой. В славянском языке это звучит при побеждении самости. Вот вам, пожалуйста, для межнациональных отношений точка привязки опорная, понимаете, да? Дальше. Это так называемая работа над смыслами. Потому что зачастую на уровне терминов, на уровне языковых формулировок происходит подмена. То есть, мы это называем там толмачество, да? То есть, следующее – это собирание. То есть, собирание людей, которые способны воплотить, ну, допустим, эту цель. Она условна. Самолеты летают условными курсами, на самом деле, да? Вот есть условная цель – народосбережение. Способен человек двигаться в этом направлении? Давай с нами. Дальше. Благоустроитель. Дальше. Удерживающий. Потому что природа не терпит пустоты. И следующее – это примиритель. То есть, ни одна встреча не должна заканчиваться не по любви. То есть, а что такое любовь? Это готовность себя к жертву. Это и есть вот состояние русского мира. Ну, некая альтернатива вот только потребительскому западному. Мне в этом мире комфортно и хорошо. Я, кстати, очень хорошо выразил Паисий Святогорец, греческий монах, когда ему попросили сформулировать образ рая и образ ада. Он сказал, образ ада – это большой стол, люди сидят, огромное количество явств, всем роздано большая ложка, каждому розданную. Они берут, зачерпывают ложку и тащат ко рту, развернуть не могут, на нее набрасываются куча других ложек, все это падает под ноги, гниет, полный стол, все голодные. А что такое рай? Тоже большой стол, большое количество яств, каждому человеку, сидящему на столе, ему роздана длинная ложка с длинной ручкой, и они берут эту дружку корм. Только не себе, да, рядом находящемуся. Это же очень просто. Хлеб, пущенный по волнам, он обязательно притечет к тебе. И это практическая вещь. На самом деле мы-то так развивались. В деревнях-то так-то так и живут. Вот в этих, в северных, в тундровых народах, мы только что вернулись там из Мурманска, местные, они же так и живут. Если какая-то пурга, а он тебе враг, он пришел, ты не имеешь права его выгнать, потому что ты завтра можешь оказаться в такой же ситуации. Но, ребят, у нас же есть колоссальный, мощный пласт традиций именно жертвенного служения друг другу. Давайте мы на этом будем строить. А вот я как раз хотел спросить, когда вы говорили об истоках этих изысканий, что еще считается основой на Руси? Деревня, община. Конечно. В общем-то, вы в целом-то об этом же говорите. Кстати, я вам хочу сказать, что именно русские немцы, которые уехали из страны, они ассимилируются, не ассимилируются даже в Германии, именно из-за вот этой вот компоненты, называется гемайнде, то есть общинность. Гемайнде. Да. То есть, она, это общность, которая быстро собирает народ. Допустим, возникают какие-то трения на севере Германии с прибывшими там мигрантами. Наши ребята очень быстро организовываются. Понимаете? То есть, мгновенно. Поэтому вот эта вот общинность, вот эта вот закваска, если можно так говорить, она является ценностью для нас. И мы, конечно, должны ее возвращать. Ну, Алексей Евгеньевич, это хорошо в Германии на севере не встречается. В России как раз картина обратная получается. У нас почему-то вот эта общинность полностью пропадает, особенно в городах. И если взять опять же тот же опыт, извините, изображение службы в рядах советской армии, когда вот народы с Южного Кавказа, они на самом деле очень быстро в нужной точке возникают, и все конфликты гасят. А русские люди совершенно спокойно смотрят, как это все происходит. Есть такое дело. Но, вы знаете, я вам хочу сказать, что из моих наблюдений я очень люблю русскую культуру и внимательно смотрю, в том числе на низовом уровне. Русского можно мучить до какого-то предела. А потом наступает тотальный ядерный взрыв, причем мгновенный, такой хлесткий и ужасный по своим последствиям. То есть, это вот терпение аккумулируется, 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 а потом происходит очень страшная вещь. Поэтому... Русский бунт бежал споспощадный. Вы знаете, я вам просто объясню. Дело в том, что с точки зрения театрального образования есть в том числе. И режиссерское. И режиссерское. Ну, оно киношное и театральное. Там теорежиссерское, тут режиссерское. Так вот, значит, я исхожу из проявлений в культуре. Знаете, какой русский национальный танец? Подумались. Ну, их несколько. Ручеек. Нет. На чем ансамбль Моисеева завоевал весь мир? Калинка. Нет. Нет. Она конкретно, там есть, она называется, элемент из этого танца, демиплие. Да ладно. Русский танец. Русский танец. С таким названием. Нет, ну, это французская же школа. Элемент называется, демиплиет называется, присядка, полуприсед. Приседку. Вот да. Вот русская культура, она вся. Вот, кстати, если посмотреть на бойцовскую культуру, да, ну, то есть, как она проявляется. Как стоит, допустим, Федор Емельяненко. И, кстати, представители Дагестана, представители Кавказа по боям без правил. Они одинаково. Они все впитали. Это русская культура. Глаза вниз опустив, такое смирение, тот бьет себя, там, в грудь, там, Кинг-Конг изображает. А наши стоят. А потом, когда выходит, доходит до дела, происходит, как бы, избиение мальчиков. Вот это, это, вот это... За считанные секунды. Да, за считанные секунды. Вот эта вот присядка, вот эта присядка, она есть основа тоже, в том числе, русского человека. Ну, это и у японцев тоже есть, у них же тоже к джиу-джитсу согнутся, чтобы победить. Ну, ну, да. Это, в общем-то, главный принцип. Мир едино, в общем-то. Ну, у русских особо. А, ну, конечно. Еще у меня вопрос, погоди, пока мы про семью еще говорим. Вот, смотрите, где-то в восьмом году был в России объявлен торжественный год семьи, да? Это когда у нас Владимир Владимирович развелся с женой. Ну, ладно, не суть, был такой год, и развод тоже в семье. А у нас, у губернатора, тоже был развод, да. Ведь там тоже, вроде бы, закладывались мысли, вот те же самые, что вы говорите, что семья – это вот опорная точка, надо развивать семью, надо помогать семье, надо, значит, чтобы семьи росли. И потом как-то куда-то это все пропало. Это была компанейщина какая-то, что было неправильно сделано? Почему сейчас эта тема опять отошла куда-то? Вот, никто сейчас про нее не вспоминает. Ну, мне кажется, что вопрос, когда все ведомства, работа всех ведомств будет целесоподчинена созданию семьи, тогда все и запустится. То есть, если мы на… у нас очень много законов принято в стране, но они большей частью являются инструментом, как делать, понимаете, да? Они не являются инструментом, что делать. К чему идти. Да, к чему идти. Они не формулируют цели. Вообще у нас вопрос с формированием цели – это вопрос конституционный. Я сейчас имею в виду 13 статью Конституции. Потому что идеология и целеполагание – вещи взаимосвязаны. Поэтому здесь мы должны как-то для себя определить на житейском уровне, договориться между собой. Ну, может быть, взять, создать плеяду людей. Она, в общем, уже создана. Вот ребята, которые следуют вот этой конструкции, концепции, да? То есть, народосбережение, семья, воспитание, благообустройство, миротворчество. То есть, уже большое количество к нам примкнуло вот через переправу. Мы ходим, в том числе, в Великолецкий крестный ход и делаем форумы. Сейчас будет проходить форум на Плещеевом озере, Александрово гора в Переславле. Мы уже формируем эту плеяду этих людей. Люди, которые должны самоорганизоваться снизу. То есть, которые должны поднимать высокую ответственность того, что с нами происходит. Ну, имеется в виду с обществом. То есть, процесс должен начаться и продолжаться инициироваться снизу вверх. Конечно. Вот все, что в народе, очень емко же в народе подмечено. Все, что сверху, это падает. А все, что снизу, растет. Поэтому мы должны запустить процесс. Я упомянул 2008 год. Я хотел копнуть куда глубже. Я хотел спросить. Вы же прекрасно понимаете, что вы далеко не первый, кто, собственно, начинает пропагандировать и разъяснять эти вещи. Я не пропагандирую. Я просто взял и сделал все. Ну, что нужно возрождать эти вещи. Что нужно и к истокам-то возвращаться. Так уже много столетий продолжается, да? Если не ошибаюсь. Ну, не столетий, наверное. Десятилетий совершенно точно. Долгое время. Это было утрачено после 1917 года, мне кажется, окончательно. Но в итоге общество потребления, мы видим, побеждает, индивидуализм растет. Он закреплен, кстати, о Конституции у нас. Да. Высшее благо, это человек. А не ячейка общества. А не, да. Да. Не община никакая. Вот как, собственно, сопоставить-то это все? Ну, я же объяснил, что у нас есть, помимо законов, помимо Конституции, у нас есть русская культура. То есть, которая выражена в русской литературе. Ну, надо просто следовать этой традиции, вскрывать ее, изучать, развивать на низовом уровне. Просто организовывать нормальное движение, но договорившись с системой координат. Ну, в данном случае народосбережения, говорю, она устраивает всех. Можем договориться с любым человеком. Можем договориться вплоть до президента. Можем договориться, причем он сам это все озвучил. Можем договориться с губернатором. Можем договориться с соседом. Давайте будем действовать только в этом ключе. И никак по-другому. Любое решение мы должны пропускать через призму вот этих четырех сверхзадач, которые объединены понятием народосбережения. То есть, семья, воспитание, благоустройство, миротворчество. Давай вот как бы с этой стороны, давай. Все, мы должны, некий общественный договор, он же может быть. Не все же у нас по какой-то там директивке, не все же у нас по какой-то инструкции, по какой-то писульке. Ну, Алексей, у нас же люди тоже ведь уже понимают, что любое движение снизу, он рано или поздно привлекает внимание. И рано или поздно скажет, а это не опасно ли вот слушать? Что-то они такое делают. А что по этому поводу вверху говорят? А было ли какое-нибудь распоряжение? Что у нас там партия наша руководящая по этому поводу говорит? Есть ли у них такие вещи в программе? А может, нам не стоит в это ввязываться? Знаете, здесь следует посоветовать. Ну, в данном случае тоже нужно выстраивать диалог. Здесь следует посоветовать и вспомнить фразу от фон Бисмарка, которому сказали, как же вам удалось собрать Германию? Он говорит, я ничего не собирал. Говорит, я только увидел волну поднимающуюся. И я, собственно, на ней скользил. Поэтому, ну, там как-то по-другому сказано, я своими словами уже перефразирую. Но, тем не менее, не нужно. У власти сегодня большой дефицит вот этой пассионарной силы, которая сегодня иссякает. Если власть сегодня будет... Опора на людей. Да. А если власть сегодня будет бить по любой инициативе, то в конце концов это все затухнет и все прекратится. Жизнь здесь прекратится, на самом деле. С другой стороны, ведь с таким же успехом люди могут пропагандировать и другие ценности. И тоже собирать вокруг себя людей. Не семейные, а, скажем, те же индивидуалистические. Мне кажется, они даже быстрее найдут поддержку, скажем, в обществе. Ну, они страстные. Я прошу прощения. Давайте дадим обдумать вопрос нашему гостю. У нас время рекламы подошло. Звукорежиссер подсказывает рекламу. Продолжаем наше общение. Алексей Вайтс в нашей студии. Еще раз представим его. Председатель комиссии по миграционной политике межнациональным и межконфессиональным отношениям. Общественные палаты Московской области. Член комиссии по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи Совета при президенте Российской Федерации. И вице-президент просветительского общества «Переправа». Итак, вопрос был про индивидуализм, который тоже пропагандируется. То есть, речь идет о том, что вы говорите, что это может быть некая инициатива снизу, обрастание какими-то союзниками, договоренность с ними и так далее. То же самое могут делать люди и противных вам? Могут. Но дело в том, что мы же говорим о энергии, о некой силе, которая может самовоспроизводиться или не может самовоспроизводиться. Есть духовные законы, они очевидны, что на страсти построенное быстро иссякает. Потому что страсть в переводе с русского на русский – это страдание. То есть, человек может долго пыжиться и так далее, и так далее. Вещи естественные. То, что предложено в данной конструкции – это все естественное. То есть, это все естество человека. Само слово «воспитание» – это восстановленное питание. Семья – это мир. То есть, благообустройство – какое слово? Благообустройство. То есть, кроме того, там еще есть вторая часть – благообустройство пространства, преображение среды. Эти же термины употребляют люди и с противоположными возниками. Вопрос не в том, кто употребляет, а вопрос в том, кто делает, на самом деле. Делают тоже люди, которые вовсе не пропагандируют, скажем, семью. У нас ведь много людей занимаются обустройством нашей среды. А для них совершенно различные. Вы знаете, для меня вообще… Изначальные интересы у них, наверное. Различные. Да, различные интересы. Я думаю, что в государстве должны быть запущены… Это мне так кажется. Я так рассуждаю. Ваше суждение. Мое суждение, что мне кажется, что в государстве должен быть запущен механизм меритократии. Так, поясните. Меритократия – это власть лучших. А лучшие – это должны быть люди, отобранные по таким нравственным принципам. Первое – это как раз отношение к нравственным ценностям. Второе – отношение к семейным ценностям. Может быть, не семейным человеком. Он должен относиться долженствующим образом к семейным ценностям. Третье – это отношение… Это как? Это сейчас хочется сказать. Вот посмотри на меня. Я не семейный человек, но я хорошо отношусь. Я хочу сделать. Я ко всем своим четырем семьям отношусь очень хорошо. Я хочу иметь семью, но как-то так не случилось. Девушка мне не встретилась. Ну, к примеру, такое же бывает. Третье – это отношение к отечеству, причем к родине малой и к отечеству большому. Четвертое – это отношение к языку, причем к языку родному и к языку великому. К своему национальному. У нас много национальной страны. Ну, да. Я говорю к родному и к великому. А, ну, к великому. К великому к русскому. Я подумал, что это синонимы у вас. Не-не-не. К великому – это к русскому. А великий татарский, то есть, отсутствует? Ну, имеется в виду великий, в смысле, объединительный язык. У нас же, мы же воспитаны в одном культурном поле. То есть, это материнский раствор русской культуры. Русские татары, русские немцы, русские евреи. Все это русские люди. Потому что они очень сильно отличаются даже на Западе. У меня друзья живут в Израиле. Я приезжаю, а они говорят, а вот это с обнячком. У нас, говорится, тут своя Российская империя. То есть, так все нормально. Вот. Дальше. Отношение человека к труду, к созидательному. То есть, отношение человека к служению жертвы. Отношение человека к исторической памяти. То есть, все это вкупе, если мы соберем, мы увидим, что вырисовывается некий… Резю идет о том, что это некий отбор этих людей, но отбор же опять кто-то производит. Вот вопрос, разозникает о суде. Послушайте, вон у нас маркетинг. Вот возьмите любой гаджет. Информация о вас продается за деньги маркетинговым агентствам. То есть, почему это невозможно сделать? Нет, это возможно сделать. Просто вопрос, кто будет отбирать, кто достоин. У каждого бизнеса, у каждого ведомства сегодня есть свои кадровые службы, которые занимаются этим вопросом. И это легко абсолютно сделать. Вы опять меня не поняли. Конечно, у каждого бизнеса есть свои специалисты. Кто будет с точки зрения государства формировать вот эту меритократию? Кто ее будет формировать? Или вообще не за государство? Нравственные люди, общественность. Высоконравственная духовная общественность. Мы сейчас церковь сразу же вспоминаем. Церковь, она же тоже, я церковь. Я в том числе, и вы тоже церковь. А я нет. Ну, неважно. Здесь неважно. Церковь – это тело. То есть, оно имеет как некий сообщающий сосуд, некую ткань. То есть, оно имеет некую такую плотность. То есть, общество тоже имеет свою. Соответственно, мы давайте будем лучше рассуждать не на уровне религиозно-клирикальном, а будем рассуждать на уровне духовно-нравственном. Вот красоту, вы ее можете же оценить? Мы можем с вами оценить красоту по-разному. Почему? И вы, и я. Безобразно. Как у вас свое понятие? Не, послушайте. Красота для всех очевидных. Нет, она не абсолютная. Красота для всех. Ни в коем случае. Мы сейчас говорим о красоте в общем и целом. И красота природы, и красота женщины, и красота музыки. Красота природы, допустим. Красота природы кому-то нравится вот это вот, и кому-то вот это. Это совершенно разные красоты. Ну, красота очевидна, на самом деле. А доброта? Надо для вас очевидно. А доброта? Доброта тоже очень такое двоякое понятие. А разум? И то же самое. А любовь? И любовь то же самое. Любовь, любовь, любовь. Как в театре Образцова. Эти три понятия. Ну, это образцовый спектакль. Ну, не знаю. Мне кажется, что все-таки мы должны руководствоваться в том числе и вещами, как сказать, утвержденными вкусовыми, которые сформированы веротерпимой русской культурой. Ну, мы же оба с вами из одной культуры. Я просто чуть подольше в ней живу, и у нас уже есть расхождение в части многих понятий. Хотя тоже воспитан на исключительно русской культуре. Да, 2-3 минуты у нас буквально остается. Мы прорепетировали перед лекцией. Да, еще раз напоминаю, про лекцию «Россия не сердится, Россия сосредоточивается». Вы сказали, даже неоднократно повторили, что я делаю, я делаю, я человек действия. Вот, собственно, поездки и общение с желающими, да, с вами встретиться, это одно из, собственно, да? Одно из, да. Одно из, вот, чтобы донести это, вложить что-то там в умы. В чем еще ваши дела заключаются, так сказать? Пошагово на пути, вот, к продвижению ваших идей, к реализации. Мы занимаемся молодежью, то есть мы занимаемся как раз формированием общего целеполагания. То есть, ну, когда мы привели к некому согласию группу людей, и она уже собралась, эта группа людей, то есть у нас организовано несколько там братств, которые уже действуют сквозь призму вот этого целеполагания, достаточно созидательного, конструктивного, позитивного, как принято говорить. В Кировской области как-то уже представлены? В Кировской области в том числе, да. Ну, я просто не хочу сейчас в детали удаляться. Лучше мы делами какими-то покажем. Организованы в ряде городов, то есть мы исследуем, начинается все как бы на уровне, как мы говорим, развлекательно, таком спортивном, да, то есть, ну, экстремальном. То есть, ну, к спорту, разные виды спорта могут быть. Дальше это историческо-краеведческий, это следующий уже уровень. Следующий уровень это уже смыслово-целеполагательный, то есть то, о чем мы сегодня рассуждаем. И дальше высший уровень, это духовно-светский. И у нас выстроено общение в том числе с муфтиятом Дагестана, то есть я несколько раз встречался с шейхом Ахмад Хаджи, и с религиозными деятелями Русской Православной Церкви. И вот как бы в области межнациональных отношений, но на духовно-нравственном площадке, мы начинаем выстраивать взаимодействие, именно нисколько не касаясь вопросов вероучительных. Провели уже несколько форумов, то есть в данном случае уже проведено 4 форума в Дагестане, межнациональных, молодежных, межконфессиональных, международных форумов, то есть где присутствуют и православные ребята, и мусульмане. И таким образом многонациональное единство, как цветущая сложность, о которой говорил Константин Леонтьев, это и есть наше достояние. На самом деле сохраненное, пройдя через горнила 20 века, социально-политическую турбулентность, то есть это та главная задача, которую мы пытаемся для себя упрочить и сохранить. То, что называется большой семьей. Я напоминаю, что наш гость Алексей Вайц, я посмотрел в интернете, вы доступны в социальных сетях, я думаю, если появились какие-то вопросы, наши слушатели могут напрямую к вам обратиться, поинтересоваться вашим мнением. Хороших впечатлений вам от встречи с кировской публикой. Спасибо, спасибо большое. На этом наше общение завершается сегодня. Спасибо, всего доброго. До свидания. Всего доброго.